Дворца искусств Какие условия, почему в 30 лет все только начинается? 50 ножевых ранений генпрокуратура раскрыла дело об убийстве девушки в Бобруйске. Что случилось с ножом, которым были нанесены удары? Дошли у нас в лес и... Что случилось 20 лет назад и какой срок грозит преступнику? Помощь рядом. В Бобруйске продолжается акция БРСМ в школу с добрым сердцем. Было посещено уже активом союза более 12 семей. Что дарят детям? А также первый урок, плановая модернизация и белорусская таможня. Президент принял с докладом главу комитета Владимира Орловского. Результаты за первые полгода и какие поручения дал Александр Лукашенко. Ответит по всей строгости закона генпрокуратура раскрыла убийство молодой девушки в Бобруйске. Дело направлено в суд. В 2000-м это преступление потрясло всю страну. Но раскрыть его по горячим следам не удалось. Убийцу нашли только сейчас. Из материалов дела. Молодой парень без причины нанес по бручанке более 50 ранений штыкнажом времен Великой Отечественной. Он караулил жертву возле подъезда. Избил и затолкал в дом, а на восьмом этаже пронзил тело холодным оружием. Добивал на чердаке. Душегуб заключен под стражу. Ему грозит суровое наказание вплоть до высшей меры. Новые технологии в деле. С 1 сентября в Беларуси начнут выдавать современные документы. К ним относятся ID-карта и биометрический паспорт. Область действия первой внутри страны. Второй будет использоваться исключительно для выезда за границу. Еще один плюс. Их владельцы смогут пользоваться Национальным центром электронных услуг. Национальный центр электронных услуг уже проинформировал, что 51 административная процедура будет доступна для лиц, имеющих биометрические документы, для того, чтобы осуществить юридически значимые действия с помощью идентификационной карты и с помощью Национального центра электронных услуг. Выдача ID-карты обойдется в 43,5 рубля. Стоимость биометрического паспорта 58. Для их получения необходимо обратиться в подразделение по гражданству миграции по месту регистрации. К слову, менять действующие документы не обязательно. Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки зафиксировано 1168 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Все с начала пандемии заразили 481 532 человека. ВОЗ призвало к очному обучению в школах. По словам специалистов, в отличие от прошлого года, сейчас страны способны обеспечить безопасность детей. Среди рекомендаций – вакцинация учителей и персонала, а также ребят старше 12 лет. Кроме этого, гигиена рук, проветривание помещений, сокращение численности учащихся в классах, физическое дистанцирование и ношение масок. Эксперты на БЛАЭС, День знаний и Новый Штадлер. Белорусская железная дорога пустит современные электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса. Когда и куда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Итоги работы Белорусской таможни обсудили во Дворце независимости. Президент принял с докладом главу комитета Владимира Орловского. В целом, результаты за неполный 2021-й позитивные. Александр Лукашенко отметил, с учетом растущего грузопотока, важно продолжать совершенствовать инфраструктуру, несмотря на все сложности, связанные с пандемией и давлением западных стран. В День знаний первый урок в школах посвятят Году народного единства. Его название – «В единстве белорусского народа – основа независимой страны». Педагоги уже продумали для учащихся маршруты, экскурсий, виртуальных путешествий, организацию выставок, экспозиций. Такая программа поможет ребятам лучше понять важность собственной активной гражданской позиции. Белтелеком проводит плановую модернизацию оборудования. Она затрагивает пользователей как бесплатного пакета телепрограмм, так и абонентов залы. Завершат 31 декабря. С 9 утра до 17 часов в это время могут быть перебои. В результате работ изменятся радиочастотные каналы. Пользователям будет необходимо перенастроить технику. Больше информации на сайте оператора. Европейские эксперты по ядерной безопасности прибыли на БелАЭС. Специалисты изучат функционирование объекта во время природных катаклизмов и в случае потери электроснабжения. Комиссия будет работать до 2 сентября. В планах оценить выполнение действий с учетом рекомендаций, выданных в 2018-м. Белорусская железная дорога пустит новые электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса. В пробном режиме 6 сентября начнут курсировать три состава «Штадлер» по маршруту Минск-Гомель. В салоне 262 места для сидения. Предусмотрена зона для проезда людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Объявляется набор. Двери Дворца искусств открыты для всех, кто хочет продемонстрировать свои таланты. Вокал, танцы, зумба коллективы готовы дать вам шанс. До конца сентября будут проходить отборы. Единственное ограничение – это возраст. Вам должно быть не меньше четырех. Ольга Васенда продолжит тему. Дарья Мейерсон с четырех лет в танцах. Начинала с восточных. С возрастом вкусы меняются. Теперь на первом месте современные. Любимый контемп, чувственный и выразительный. Делу посвящает всю себя и даже в свободное время. Тренировки проходят два раза в неделю, во вторник и пятницу. Начало в 20.00. Занимаются по часу, бывает и дольше. Занимаюсь я около четырех месяцев. В коллектив я попала так, что я занималась восточными танцами здесь. Ну и увидела, как девочки танцуют на сцене. Занимаюсь танцами с детства. И просто когда я пришла, я в это влюбилась и все. Экспрессион, значит самовыражение. Коллективы ровно год. Хип-хоп, жаз-фанк, контемп. Танцуют все. Есть две группы. Младшая и старшая. В первой дети от шести лет. Во второй от тринадцати. По словам руководителя, сейчас нарабатывают базу. На этот год планы наполеоновские. Первый и самый главный пункт. Показать себя на белорусском конкурсе «Бизон». К слову, если вам немножко за тридцать, есть возможность заниматься в студии. Тридцать лет – это достаточно такой условный возраст. То есть, в принципе, если человек хорошей физической формы, потому что танцы достаточно сложные, да, то, в принципе, можно и старше тридцати приходить. Не только современные танцы. С августа набирают детей и в народные. Крыничка, чабарок. Попробовать свои силы можно до конца сентября. Всего во Дворце искусств 41 клуб. 16 коллективов носят звание заслуженных. Занятия проводятся на платной и бесплатной основах. На платной основе у нас в основном дети в возрасте от 4 до 12 лет. Но также есть еще платное формирование для взрослых. Это зумба-фитнес, реал-фитнес. На бесплатной основе – это все коллективы со званием. Только единственное по возрастным рамкам. То есть, дети у нас получаются платно. А с 12 лет уже идет основной состав коллективов. Он уже идет бесплатный. Во Дворце искусств каждый найдет занятия по душам. И если не танцы, то можно пойти на вокал в театральные группы. От вас только желание учиться и развиваться. В культурном центре работают настоящие профессионалы. Не упустите шанс. Возможно, именно вы рождены для сцены. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Побруск, 360. В школу с добрым сердцем. Акция БРСМ продолжает дарить подарки. Сегодня активисты заглянули в гости к семье Курлянчик. В ячейке общества 4 ребенка. Трое мальчишек и одна девочка. Подарки достались всем. Настольные и развивающие игры, канцелярские принадлежности. Все, что пригодится в учебном году. Глава семейства не скрывает. Приятно, когда помогают. Это любому ребенку будет приятно, когда другие люди, посторонние, которые вообще не знают, приходят в гости и дарят. Для меня, конечно, это тоже и финансово нормально не надо тратиться. То бишь, это уже севу в сад собрано. 3 августа она началась и продлится до 3 сентября. В рамках акции было посещено уже активом союза более 12 семей. А уже завтра праздник День знаний. По всей Белоруссии родители первоклассников, старшеклассников с трипетом будут проводить детей в школу. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»